Привет, искатели сокровищ! Если вы уже играете в Заградикейв, то у меня есть для вас гайдик по быстрой прокачке, как на начальных уровнях, так и на высоких. Ну что ж, поехали! Ну и вот я в игре. Друзья, у меня для вас всего лишь два способа быстрой прокачки. Первый способ касается низколевельных игроков. Второй способ же касается высокоуровневых игроков, которые уже добились многого, но им просто тягость качаться, и поэтому они ищут способа полегче. Так, в общем-то, переходим на вкладочку с пещерой. Тут у нас рейтинги, все с ним понятно. Но нас интересует другое. Смотрите, я уже более-менее высокоуровневый игрок, можно сказать. У меня 46 уровень. Да, я на втором походе, у меня очень мало пройденных этажей. Все из-за того, что я тупо фармлю левел пока что. Вот. Но как я его фармлю? Объясняю. Все довольно-таки просто. Если вы знаете о такой штуке, как автобот, то, в принципе, вообще это несложно. Смотрите, вы нажимаете на настройки АФК. Вот два мяча здесь. Здесь открывается такая прикольная менюшечка, где вы выбираете игру. То есть, есть просто игра, есть NG+. То есть, намного сложнее. А в чем их разница в сложности? То есть, боссы сильнее, монстры сильнее, у них больше защиты, у них больше атаки. В общем, как-то так. Смотрите, вы нажимаете, например, на первый поход. Начинаете на, скажем, 90 уровне и заканчиваете на 100. Циклы – это означает количество повторений, которое будет происходить. Вот. Например, я хочу сделать два цикла. И есть еще функция «Только золотые вещи». Она стоит 50 кристальчиков, за которые вы сможете включить эту функцию. То есть, это действует на один автопоход. То есть, на вот эти пять циклов. Вот как-то так это работает. Вот. И нажимаете кнопочку «Приступить». А он сам переходит, куда нужно. Бот, к сожалению, сейчас ничего не покупает. Чистит абсолютно все этажи. То есть, этот бот, он зачищает абсолютно все этажи. Он убивает всех монстров, он лутает все ящички. Он попадает почти во все ловушки, потому что он очень неуклюжий. И он не использует способности. А действительно, это минус бота. Потому что, если бы этот бот умел просто использовать способности. Вот, например, ты ему даешь одну способность. Например, я бы дал ему команду использовать вампирик, когда у меня меньше 30% жизни. Все. И он будет постоянно бить этим ударом. Тем самым, он будет выхиливаться. И это было бы намного круче. И выживаемость вашего персонажа была бы в разы больше. Я не знаю, почему разработчики до сих пор этого не ввели. Но этого очень сильно не хватает нам в игре. Также вы всегда можете перервать весь этот процесс, который вы запустили. Нажав кнопочку крестик. Вот здесь есть авто и крестик. Вы нажимаете крестик и заканчиваете автобег. Все. Автобег закончился. Вы его возобновить больше не сможете. Только вот таким образом. Но вы просто пройдете до сотого этажа и останетесь на нем. У вас персонаж не выйдет из него. То есть, вы сразу окажете на сотом. Вот. Ну и нажимаете выход, если вам уже не нужен автобот. А в чем плюс этого способа? Вам ничего не нужно делать. Вот я только зашел, уже выполнил два ежедневных задания. Вам ничего не нужно делать. Все бот делает за вас. Например, когда я перешел на поход 2, я прошел этот поход до 21 уровня. Все. Я остановился, потому что это серьезно и это сложно для меня. Потом я запускаю циклы. То есть, с первого по 21 этаж проходят циклы. Я фармлю золотые вещи. Потом их переплавляю. У меня уже есть камни на переколку. То есть, я могу добиться нужных мне статов. И в принципе все. Тем самым, я где-то за одну ходку вытаскиваю оттуда около 70 тысяч опытов. Для того, чтобы мне поднять уровень, мне нужно 227 тысяч. То есть, несколько ходок, 3-4 ходки у меня один левел есть. Но это уже, так сказать, довольно много. Потому что 46 уровень на 47 это реально много опыта нужно. Ну и на этом первый способ заканчивается. Опять же повторюсь, данный способ подойдет высокоуровневым персонажам для фарма, левела и прокачки. На низких уровнях, например, до 50 этажа, на первом походе смысла включать автобот нету. Потому что у вас почти ничего не пройдено, у вас нету нормальных вещей. Вот когда вы уже сможете дойти до 50 этажа, вот тогда уже можно будет о чем-то говорить. А вообще это бессмысленно для персонажей, я думаю, до 21 уровня. После 21 у вас персонаж уже намного сильнее. Он, в принципе, может ходить на автоботе. Так, друзья, ну и теперь, как все-таки играть новичкам. Нажимаем на эту мышу. Проходим быстренько обучение. Одеваемся, все делаем по инструкции, как нам говорят. Также нам подняли уровень и я советую вкачивать атаку сразу же до плюс 5. Защита нам пока не важна, потому что она не будет, в принципе, влиять ни на что. Вот убиваем вторую мышу. Это такой быстрый гайд просто. Так, прокачка. Нам дали еще один левел. Вот плюс 2. И сейчас будем прокачивать первую способность. Конечно же, это будет исцеление. Потому что другой нормальной способности, тот же самый вампирский удар, он неэффективен абсолютно. Так, открываем, надеваем наши вилы и забиваем второго монстра. Так, я уже докачиваюсь до третьего уровня, до первой способности. Теперь нас сейчас выпустят в открытый мир, то есть в обычное прохождение миссии. Прокачиваем атаку плюс 3 и делаем исцеление себе. Отлично. Так, быстренько сейчас это дело проходим. Вот последний демон. И мы идем в путь. Так, тут исцеление. Исцеление нормально работает на низких уровнях, то есть это так, на верочку. Смотрите, друзья, в чем дело. Видите внизу задание, убить крыс. В общем-то, я вам советую не пренебрегать этой штукой, потому что за них, за этих крыс, за эти задания, вы получите нормальную награду. В будущем там будут награды, которые будут давать вам бутылки, временно необходимые, кстати. Если вы хотите совершить вашу первую ходку до босса и убить босса, то вам необходимо собирать вообще все на уровне и убивать всех. Также одеваться по возможности максимально, потому что если вы не будете одеваться, если вы просто будете вот этом стартовом митвипе проходить, то вы долго не проживете. Вот, например, я получил синие штаны. Все это дело надо одевать. И убьем сейчас третью мышу, мне дадут нож, нормальный нож. Потом, после выполнения задания, мне будет сказано, чтобы я перешел на следующий левел. После того, как я перехожу на следующий левел, я буду получать другое задание. За другие задания я могу получить золото, потом бутылки, конечно же, без бутылок тут никуда. Да, особенно на начальных уровнях без бутылок будет реально сложно. Особенно если, еще если вы играете за мага, то без бутылок будет очень сложно. Вот я получил ножичек нормальный, одеваем сапоги, это хотя бы элементарная защита, мне подойдет. Ну и все, переходим, я думаю, на следующий этаж. Этажи на первых левелах небольшие, то есть зачищать их долго вам не придется. Просто нужно быть аккуратнее, лутаться аккуратнее и прокачивать себе уровень. Уровень здесь идет очень быстро. Если вы заметили, на начале уровень просто летит. Такс, и проходим лутать. Вот шляпа нормальная. Сейчас все это дело наденем, конечно же. Так, вот здесь шляпа, перчатки, которые не прогрузились. И все. В общем, суть в тактике в чем? Вам необходимо пройти максимальное количество этих заданий. После этого вы получите необходимые награды для того, чтобы пройти босса. А после уже прохождения босса, когда вы его залутаете, получите крутые шмотки, вы можете уже спокойненько приступать, точнее начинать делать автобег. То есть вы уже потом можете потихонечку начинать одевать вашего персонажа и вставить его на автобег. Ваш персонаж, если он будет иметь нормальную экипировку, золотую, например, если он оденется весь в золото, то он спокойно будет проходить от первого этажа до двадцатого. Так, атака на плюс четыре, нормально. Вот. Если вы его оденете в золото на начале, то вы сможете спокойно включать автобот до двадцатого этажа. И сама же золотая экипировка позволит вам убивать этого босса с первой попытки на боте. Вот у меня было такое, что я вот прошел сперва все миссии вот эти дополнительные и потом пошел на босса. Босса я убил вообще без проблем. Использовал там две банки, разве что и все, и нормально мне было. С заклинаниями, конечно, хила я прошел, но все равно как бы банок всего было использовано две. И как видите, вот фарм дает свои плоды. У меня уже пять бутылок на здоровье и две бутылки на манну. Свитки сейчас побега незачем, а вот свиток прозрения как раз то, что нужно. Бессмертие я беру только тогда, когда мне необходимо отфармить большую кучу монстров. Так, убить лучников я сделал задание. Ну, вначале, да, я согласен, все надо делать своими ручками, все зачищать это, все это делать. Но потом в будущем вы не будете испытывать проблем, потому что автобот реально решает проблему. Я, например, на ночь, на начальных левелах, на ночь я просто ставил бота. Он бегал. Вот, кстати, золотые перчатки. Пас. На стиле достижения мне дали. Вот. И ставлю на ночь бота. Он мне фармит опыт. Ставлю его, конечно же, на пять циклов. Он фармит все, что он подбирает. И золотые вещи, конечно же, остаются у вас в инвентаре. На этом все, друзья. Если вам понравились эти два метода, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео. А с вами был канал Chara Games. Всем пока.